Биотропика. Спорт, здоровье, долголетие. Итак, сегодня у нас в рамках проекта Биотропика в гостях Булыченко Геннадий Геннадьевич, врач-нейрохирург, действующий нейрохирург Военно-Медицинской Академии. Сегодня будем говорить о здоровом позвоночнике, о высокой степени важности активности физкультуры и спорта для здорового позвоночника, о болях в спине и о безопасности хирургического вмешательства на позвоночнике. Геннадий Геннадьевич, сотрудник ВМА, Военно-Медицинской Академии, которая у нас очень на слуху, и там специалисты, конечно, высшего класса. Это военные специалисты, которые ориентированы на реабилитацию сейчас и гражданского населения тоже, да? Или тяжело попасть все-таки? Нет, гражданские у нас наравне с военнослужащими получают помощь и при травмах, при заболеваниях позвоночника, центральной системы головного мозга. То есть никаких проблем в рамках обязательного медицинского страхования, в рамках оказания высокотехнологичной помощи. По квотам, так называемым, никаких проблем нет попасть к нам на лечение, получить специализированную, квалифицированную помощь. Понятно. Геннадий, в двух словах, чем занимаетесь? Если нейрохирургия, то это в любом случае головной мозг или не только? Нет, нейрохирургия – это не только головной мозг. Это, конечно, заболевания головного мозга, это травмы головного мозга. Но и помимо головы мы занимаемся лечением заболеваний, травм позвоночника, спинного мозга. И не только в сферу нашей деятельности входят проблемы с периферической нервной системой, то есть различные нейропатии, различные компрессионные синдромы периферических нервов, периферической нервной системы. Как вы считаете, образ жизни человека должен включать спортивную нагрузку для того, чтобы быть здоровым? Как доктор, как военный? Ну, и как доктор, и как военный, естественно, любой человек должен быть физически активным, должен двигаться, должен заниматься своим физическим здоровьем. И от этого напрямую зависит то, насколько качественным, насколько долгим будет его жизнь, насколько часто он будет встречаться с теми или иными заболеваниями. Тем более, что большинство заболеваний позвоночника, например, которыми мы в большей степени занимаемся, они напрямую связаны с образом жизни человека, с его физической активностью. Расскажите, какими заболеваниями и что к ним, в первую очередь, приводит к этим заболеваниям? Ну, наиболее частая патология, встречающаяся в любом практически нейрохирургическом стационаре, то есть вот по нашей стране статистика, это порядка от 30, наверное, до 38 процентов пациентов нейрохирургических стационаров, это пациенты с заболеваниями, дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника. То есть дегенеративно-дистрофическими, это говорит от отсутствия должной активности? В том числе, конечно, не только, тут имеет значение и наследственная предрасположенность, и питание, и образ жизни. Даже питание влияет на заболеваниям позвоночника? В том числе, да, в том числе. Это не очевидно? Ну, тем не менее, это тоже фактор, который отчасти играет свою роль. А в двух словах, каким образом? Ну, согласитесь, да, вот если мы будем сравнивать двух людей, которые один, например, у которого нет никакой гигиены питания, да, он принимает совершенно любую пищу, у него повышенная масса тела, естественно, нагрузка на позвоночник будет выше. А, но с этой точки зрения. И с этой тоже, да. Если он, опять же, рацион должен быть каким-то более-менее сбалансированным, с нормальным содержанием белков, жиров, углеводов, по калорийности. И не только лишний вес имеет значение, да, но и состав пищи, которую мы принимаем, это все имеет значение. С каким самым распространенным проблемами обращаются к вам люди? Самые распространенные проблемы – это дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, как я сказал. Но это, в первую очередь, ну, не очень хороший такой диагноз – остеохондроз, который, в общем-то, не совсем правильно применять. Но чаще всего это грыжи межпозвонковых дисков, протрусии и, в общем-то, те неврологические нарушения, которые связаны с этими проблемами. Помимо этого, вот в структуру дегенеративно-дистрофических заболеваний входит обычный спондилоартроз. Это проблемы в межпозвонковых суставах, которые также имеют право болеть, вызывают так называемый фасет-синдром. И этот фасет-синдром как раз проявляет себя достаточно выраженной болью в спине. Эти пациенты тоже к нам обращаются, мы тоже занимаемся им лечением. Я правильно понимаю, что остеохондроз – это, там, в недавнее время этим названием, под этим названием объединилось огромное количество причин следственных связей, да, и остеохондроз – это что-то было общее, это боли в спине. Да, и обычно бабушки, дедушки, приходящие на прием, они так и говорят, что у меня там хондроз какой-то, какой хондроз, что такое, совершенно непонятно, что за хондроз. Есть совершенно понятные вещи, и чаще всего причина боли в спине имеет какую-то конкретную причину, да, это может быть грыжа в спине, это все входит, то есть грыжа межпозвонкового диска, это входит в структуру вот этого дегенеративного процесса, дегенеративных изменений позвоночника, по сути, возрастных изменений. А как вы думаете, бег, он способствует развитию этих заболеваний, или наоборот? С бегом все неоднозначно, то есть, если человек, там, с раннего детства, там, бегает, да, он подготовлен, у него подготовленная спина, подготовленные ягодицы, мышцы нижних конечностей, конечно, бег ему не будет, там, как-то, там, плохо сказываться на его спине, потому что он подготовлен, у него мышцы достаточно выражены, стабилизируют весь его позвоночник. Если человек никогда не занимался бегом и не вел какой-то более-менее приличный, активный образ жизни и начинает бегать, ну, конечно, у него начнет сыпаться и позвоночник, и суставы, и все что угодно. Поним. Хорошо, ну, вопрос к специалисту. На самом деле, здоровье позвоночника – это весьма важный аспект отличного самочувствия, потому что, вот, есть такая книга «Доктор Берг», слышали, нет? Ну, там, расписывает свои идеи о том, как дожить до 120 лет, сам дожил до 97 лет, но суть всех его рекомендаций в том, что нужно держать позвоночник в здоровом, так скажем, состоянии. И тут, как рекомендация специалиста, было бы интересно услышать, уверен всем, как добиться, скажем, какая-то есть гигиена здорового позвоночника, есть ли какие-то рекомендации по образу жизни вполне конкретные и доступные для обычного человека, чтобы… Может быть, вот, например, как вы считаете, я познакомился с Черковым, он-то бегун у нас, марафонец, ему уже очень много лет, за 70, и он мне посоветовал висеть каждый день после тренировки, беговой, повисеть минуту. Я вырос почти на сантиметры, я сам обалдел, не ожидал такого эффекта, но правильно ли это делать растяжение в конце рабочего дня, там, не меньше минуты, или это, может быть, не нужно? Ну, давайте начнем с того, что мне очень понравилась ваша фраза и словосочетание «гигиена позвоночника», да, «гигиена здорового позвоночника» – это, в общем-то, такое замечательное словосочетание. Оно используется? Крайне редко, да, ну, я слышал это словосочетание ранее, но крайне редко, и оно мне очень нравится, потому что, ну, большинство обычных людей ни о какой гигиене позвоночника не думают, не задумываются ровно до того момента, пока не начинают ощущать какие-то неприятности. То есть, на мой взгляд, это применимо к любым системам пищеварения, гигиены кишечника, да, гигиены сна и так далее? Конечно, то, что касается позвоночника, своеобразная гигиена, она действительно должна быть. Прямо четко давайте по этапам, может быть, актуальность мероприятия, актуальность мероприятия. Сложно немного рассуждать на эту тему, потому что все-таки каждый человек индивидуальный. У каждого человека есть свои анатомические какие-то конституциональные особенности. Каждый человек, у каждого разная профессия, разный режим труда и отдыха, все абсолютно по-разному воспринимают одни и те же нагрузки, у каждого разная толерантность к этим нагрузкам. Поэтому сказать однозначно, что вот всем нужно делать вот это, такого точно не будет. И однозначную какую-то четкую рекомендацию сложно дать. Единственная, пожалуй, основной рекомендацией для всех это подвижный какой-то здоровый образ жизни. То есть всегда должно быть какое-то движение, в том числе и в позвоночнике. Позвоночник это все-таки груда суставов, которые, как любой сустав, если он не двигается, он начинает разваливаться. Поэтому если позвоночник не двигается, если, скажем, человек просыпается утром, максимум, что он делает, это посидел, позавтракал за столом в такой вот закрытой позе, потом точно так же сел в автомобиль, доехал до своего офиса, потом 8 часов просидел перед компьютером. Но о какой гигиене позвоночника в его ситуации можно говорить? Ему будут показаны определенные нагрузки. И совсем другое, когда человек связан с каким-то физическим, например, трудом, который в 6 утра уже на работе, где-нибудь каменщик, кладет кирпич на стены и так далее, у него совершенно по-другому работает позвоночник, совершенно другие задействованы мышцы в этом, и ему потребуются совершенно другие нагрузки, совершенно другие какие-то физические, лечебные мероприятия для того, чтобы профилактировать проблемы. Мысль ясна. Давайте возьмем за пример человека, который ввиду современной диджитализации образа жизни, у которого снижена эта конкретно физическая активность, как у нас вновь. Я даже считал свой день, и получилось так, что я не менее 8 часов в день сижу. Я удивился. Я вроде бы активный образ жизни веду. Да. Значит, первое, конечно, с чего стоит начинать, это утром сделать какую-то физическую зарядку, какую-то гимнастику, направленную просто на то, чтобы суставы, мышцы начали двигаться, начали работать. Во сне мы двигаемся мало, естественно, различные застойные для явления, мышцы не работают и так далее. Поэтому хоть какую-то, если человек никогда ничем не занимался, начать хотя бы с 5 минут, хоть какой-то небольшой активности. То есть немного выйти за пределы своей зоны комфорта, да, и не только там почистить зубы, позавтракать и выйти. Это для тех, у кого в течение дня нет тренировочных процессов, или всем утром запуститься? Конечно, всем есть смысл проводить какую-то зарядку, активизировать различные органы, системы, мышцы, начать двигаться. Естественно, с этого есть смысл. Начинайте мы своих детей с раннего детства стараемся, ну, по крайней мере, наши родители пытались нас обучить, что мы каждое утро вставали, делали зарядку. В своих детей похожая ситуация, то есть стараемся заставлять как-то тоже что-то делать. Поэтому, естественно, лучший день начинать с этого, чтобы хоть как-то начать двигаться. Что касается в дальнейшем, ну, тяжело заставить человека, который никогда ничем не занимался, да, сразу отправить его в зал, чтобы он выполнял какие-то упражнения, направленные на укрепление мышц спины, там, плечевого пояса, нижних конечных. Ну, то есть, здесь для любого человека, который не занимался никогда ничем, наверное, таким основным, основной рекомендацией будет постепенное внедрение как-то вот в свой образ жизни, в свой режим какой-то активности. То есть, можно начинать даже с минимальной какой-то активности у себя в офисе, сидя за столом, за креслом, выполнять даже какие-то простые небольшие упражнения, направленные на растяжку, на движение. Тут не 8 часов сидеть за компьютером, да, а потянуться в одну сторону, в другую сторону, поработать ногами, поработать мышцами брюшного пресса. В конце концов, можно приобрести различные резинки, да, натянуть и просто работать ягодичными, например, мышцами. Ну, то есть, любая форма активности, она уже будет полезна. И если начинать хотя бы маленькими шагами двигаться хоть в каком-то направлении, а не сидеть просто ровно на месте. Всё, если, в общем, быть активным для того, чтобы... Да, и со временем просто увеличивать свою активность, увеличивать и интенсивность нагрузок, комплитуду этих нагрузок, чистоту этих нагрузок. И таким образом и укреплять мышцы спины, и заставлять суставы позвоночника двигаться, и сохраняя тем самым их не только активно, да, но и здоровье. Я сниграю. Какие ещё мероприятия, кроме активности, мы поняли высокую важность, да, разминки, активности, физической нагрузки. Что ещё? Что? Повисеть. Рекомендуете? В течение дня или в конце работы? С ВИСом есть нюансы. Что касается простого ВИСа на турнике, есть различные мнения. С одной стороны, ВИС может быть полезен, потому что, ну, известно, что диски межпозвонковые, они никак не проснабжаются, всё их питание осуществляется за счёт диффузии, из снежных, из близкорасположенных тканей. Продукты различные, которые необходимы для питания диска, поступают в межпозвонковый диск и таким образом он питается. Поэтому, вроде как, да, если мы вытягиваем позвоночник, там, вися на турнике, то как будто бы мы создаём какое-то разрежение, способствуя тому, чтобы питательные вещества попадали в этот диск. Но в то же время, опять же, существует мнение о том, что мышцы окружающие позвоночник, это глубокие мышцы спины, это мышцы между поперечными отростками, например. Часть из них имеют, ну, называются аутохтонными и часто сокращаются без нашего участия, без нашего влияния на это. И если какой-то сегмент позвоночного столба, ну, скажем так, имеет изменения дегенеративные, то есть формируется какая-то небольшая грыжа или какая-то протрузия, то рефлекторные эти мышцы, когда мы висим, они сокращаются ещё больше и стягивают этот позвонок, этот сегмент. То есть есть и такая теория, да. На мой взгляд, если вы залезли, повисели 15 секунд после тренировки, вы хуже себе не сделаете. Кстати говоря, вопрос, вот этот хруст, да, который возникает при скручивании, это полезно или нет? Ну, это и не полезно, и не вредно, это говорит о том, что пузырьки газа, которые там... Ну, это пузырьки газа, да. Потому что многие говорят, что это не пузырьки газа, а блоки. Ну, нет, ну, какие блоки? Это пузырьки газа, которые в межпозвонковых... Ну, либо в межпозвонковых суставах, в дисках таких звуков мы не услышим, но чаще... То есть вот это пальцы, это тоже звук воздуха... Это никакие там ни кости на кости не заходят. Нет, это именно, да. Ну, не воздух, это газ. Ну, здорово. Да, страшно ничего нет. Хорошо. Ну, а то, что касается виса... То есть по ощущениям, да? Значит, вот смотрите, ситуация такая, что, например, в период обострения какого-то хронического процесса в позвоночнике, да, там, грыжа какая-то начала болеть, межпозвонковые суставы начали болеть, то виск, конечно, в такой ситуации не рекомендуется. И даже как есть варианты различного вытяжения, там, подводного и так далее, есть часть врачей, да, которые рекомендуют вот эти манипуляции. Но доказанной эффективности этих процедур, ее, в общем-то, нет. Нельзя сказать, что вот пациенту, у которого болит спина, ему делают какое-то вытяжение, да, ну, виск на турнике, по сути, то же самое, да, там, как-то вытяжение отчасти можно сравнить. Есть же клиники, которые даже вот за счет вытяжения, да, ориентируются. Нет научных исследований, нет работ с хорошей степенью доказательности о том, что эти манипуляции эффективны. Понятно. Поэтому однозначно рекомендовать сказать, вот всем пациентам с болью в спине или там с грыжей какой-то надо вытягиваться, и грыжа, которая вылезла, залезет обратно, ну, это крайне маловероятно. Есть только ощущения, например, мои, что когда я начал висеть, мне кажется, я как бы разгружаю, да, позвоночник, и мне вот как-то почему-то какие-то болевые ощущения за какой-то период, они становятся меньше. Потому что у вас подготовленные мышцы, например. И они рефлекторно не сжимаются. Отчасти так, но человек, у которого глубокие или поверхностные мышцы спины не подготовлены, не находятся в должном тонусе, не поддерживают стабильный позвоночник, не совсем желательно им вытягиваться, растягиваться. Все ясно. Массаж. Как относитесь, рекомендуете и нет на регулярной основе ходить на процедуры. И если да, то сколько раз в неделю? Ну, массаж, если это... Ну, как массаж спины, да, вокруг позвоночника. Опять же, массаж, массаж рознь, как говорится, да. То есть, если это массаж, допустим, после тренировки, расслабить мышцы, которые там забиты, которые в гипертонусе, в каком-то или тонусе, то, конечно, это неплохо. Да, массаж, он в этом плане полезен. Если, например, массировать интенсивно спину, которую вот только заболело, два дня началось обострение какое-то, то этот массаж может, наоборот, спровоцировать усиление болевого синдрома. И эффективность этого массажа будет небольшой. Поэтому в зависимости от ситуации, в зависимости от показаний, как, в общем-то, любая медицинская какая-то манипуляция, любое медицинское вмешательство, оно должно выполняться по показаниям. Поэтому в ряде случаев массаж, конечно, полезен. В зависимости от причины. Насколько часто? Если мы говорим о здоровом, ну, или относительно здоровом человеке, после тренировки, устала спина, ноги, ну, почему нет? Понятно. Если мышечная боль, то да. Если речь идет о позвоночнике, то скорее нет. Ну, с больным позвоночником тоже. То есть мышечно-тонический синдром – это одно из проявлений заболевания позвоночника. Даже может быть ситуация, когда не сильно изменены диски, то есть там какое-то начальное дегенеративное изменение, нет какого-то значимого, серьезного изменения в межпозвонковых суставах, но спина на фоне той или иной какой-то нагрузки отреагировала именно повышением тонуса глубокой мускулатуры. Почему бы не поделать массаж? Как Вы относитесь к употреблению миорелаксантов, чтобы сступать тонус в мускулатуре? Системные миорелаксанты вообще входят в перечень одних из тех препаратов, которые обычно назначаются при лечении обострения дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника. То есть они часто назначаются врачами-неврологами, иногда даже бесконтрольно, иногда назначаются всем подряд. То есть вплоть до того, что почему-то большинство неврологов взяли для себя схему какой-нибудь Медокам, Мовалис и Мельгам, например. Три препарата на букву М и всем подряд их назначают. Один нестероидный противовоспалительный препарат, который уменьшает боль, снимает воспаление. Другой Мельгам, а витамины группы В, которые в достаточно больших дозировках и отчасти тоже могут обладать анальгетической активностью, то есть частично уменьшать болевой синдром. Не знал, что витамины В такие? Это если инъекционная форма, как правило, там витамина В12 достаточно большая концентрация. Внутривенная или внутримышечная? Внутримышечная можно принимать. И Медокам? И Медокам системный вот такой миорелаксант, который многими неврологами назначается прям вот системой. Значит, если говорить о том, что нужно ли это всем, опять же возвращаемся к тому, что есть показания, по показаниям мы назначаем. Если показаний нет, если у пациента действительно мы видим какое-то мышечное дефанство. С одной стороны, глубокие мышцы перенапряжены, есть выраженный гипертонус и действительно выраженный мышечно-тонический синдром. Ну, тогда, конечно, этот тонус нужно снимать каким-то образом. Не будем особо углубляться, потому что хотелось бы все-таки услышать какие-то практические советы для человека, который живет обычной жизнью и зачастую испытывает боли в спине. Вот чтобы снизить вероятность возникновения этих болей и рисков для позвоночника, для развития каких-то заболеваний, может быть, ну, допустим, корсет. Нашение корсета способствует, нет снижению рисков нагрузки на позвоночник, что-то еще такое практически ценное. Вот это возьмите, пойдите в ортопедический магазин, сделайте стельки, сделайте то, сделайте это. Это снизит риски. Вот хотелось бы услышать какие-то конкретные практические советы. Корсет обязательно снизит риски заболеваний позвоночника, если это ваш собственный мышечный корсет. Все, вот это интересно. То есть, это прям основное, это прям нужно об этом знать, об этом нужно помнить. Потому что, ну, если вот мы берем МРТ, например, человека, не занимающегося никаким спортом. Не то, чтобы даже спортом, физкультурой, я не говорю сейчас о какой-то там тяжелой атлетике, там ничего. Просто физкультурой. Мы смотрим на его мышцы, обычный там 35-45-летний человек. Большинство глубоких мышц его спины в нижних сегментах поясничного отдела позвоночника, то есть тех сегментов, которые наиболее часто страдают, практически на большой процент, иногда до половины, до 50%, замещаются на жировую ткань, на фиброзную ткань, и мышечных волокон там минимальное количество. Естественно, эти мышцы, они не держат, не стабилизируют позвоночник. Не то, чтобы они дистрофированы, они заменяются даже. Конечно, они заменяются жировой тканью. И это мы, когда мы идем на оперативную вмешательство, когда мы оперируем уже пациентов с грыжами дисков, не занимающихся ничем, идем через эти мышцы или рядом с ними, мы видим, насколько они изменены, насколько они замещены жировой тканью. Вот четко хотел бы тогда вывод, который я сейчас сделал, озвучить, а вы подтвердите или не подтвердите. Хотите снизить вероятность заболевания позвоночника? Занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни, держите свой корсет в тонусе. Да, я абсолютно согласен. Но что касается спорта, это все-таки немножко не то же самое, что физкультура. Если человек в 35 лет приходит в спорт, ну, наверное, нужно быть готовым к этому. Это не так, что он сразу берет... Безусловно. Мы много это обсуждали и со спортсменами, и с ребятами, кто начинал, наступал на те же самые грабли и все это обсуждал, что именно плавная нагрузка, организм должен адаптироваться, восстановиться. И вот этот процесс, он занимает несколько даже лет, чтобы выйти на какие-то нормальные беговые объемы, например. и так далее. Тоже самое касается и корсет. Стельки? Это про ортопедию, это не про... А, про позвоночник. И про грыжа. Вроде как снимается нагрузка при правильной пронации на позвоночник. Есть же, да, такие обсуждения? Ну, я не готов, честно говоря, это комментировать, просто потому что... Хорошо, как считаете, рабочая, нет штука? Нужная, не нужная или маркетинг? Значит, что касается... Вот это исключительно мое... Это и нужно. Только мое мнение, если у человека есть какая-то патология стопы, да, там низкий слот, плоскостопие и так далее, то, конечно, в такой ситуации этим нужно заниматься. То есть, в такой ситуации нужны стельки. Чтобы не заваливались колени, да, там и... Заваливаются колени, все это влияет на тазобедренные суставы, влияет на крестцово-поздошные сочинения и в конечном счете и на поясничный отдел позвоночника. Поэтому, конечно, нужно эту ситуацию как-то на нее влиять. Но, опять же, это ортопедия и травматология. Несмотря на то, что мы специальности смежные, но в этом плане... Хорошо. Потребление каких-то БАДов, возможно, снизит риски появления грыж или, как вы говорите, дегенеративно-дистрофическое развитие. По поводу БАДов... Хрящей, может быть. Да. Значит, по поводу БАДов, что я могу сказать, наверное. Каких-то, опять же, крупных, рандомизированных исследований, посвященных эффективности назначения БАДов или нет. Того же хондроэтина, глюкозамина, метилсульфанилметана. Вот вроде как раз это для суставов еще более-менее исследовано и результативно. В том-то и дело, что для того, чтобы мы говорили о каком-то действительно значимом исследовании, которое имеет высокую степень доказательности, это достаточно масштабные обзоры с мета-анализами. Таких исследований, посвященных эффективности того же хондроэтина, хондроэтинсульфата, глюкозаминогликанов или метилсульфанилметана, ну, может быть, я не встречал. Это страшное название. Ну, это, если мы обычно берем, да, хондроэтин, глюкозамин и МСМ. Да, вот это оно. МСМ это метилсульфанилметан. Но, если мое личное мнение, ну, даже я их принимаю, я принимаю эти препараты, это биологически активные добавки, которые позволяют, ну, сложно судить, да, там, оценивать, что бы было, если бы я их не принимал, и сравнить особо не с чем. Но, по крайней мере, учитывая то, что эти препараты, они являются компонентами для построения матрикса хряща и вообще хряща, а диск, по сути, это хрящевая ткань, да, межпозвонковый диск, суставы, то, в принципе, их назначение может быть оправданным. Хотя, еще раз говорю, это не лекарственные препараты, да, это биологически активные добавки, ну, и все-таки... Ну, на самом деле, то, что вы их принимаете, вы как доктор понимаете процессы все. Это мое личное мнение. Ну, это ценное мнение. Я не могу это рекомендовать, я... Ну, своим пациентам иногда я не то чтобы рекомендую, я говорю о том, что... Лишним медом? Да, это можно принимать, это точно, по крайней мере, безвредно, потому что это доказано, что это безвредные препараты. Кроме того, я могу сказать, что у меня есть несколько пациентов, которые обращались только с болью в спине, это молодые люди, которые приходили с болью в спине, мы занимались их болью, ну, без каких-то, естественно, оперативных вмешательств, только пациенты только с начальными дегенеративными изменениями в дисках. Ну, это действительно молодые люди до 30 лет, 30-32 года. И им не было показано выполнение каких-то вмешательств или назначение каких-то серьезных препаратов, обычно назначаемых при дегенеративных процессах. И они самостоятельно начинали принимать вот эти биологически активные добавки, фондроэтин, глюкозамин, ну, то есть вот эти препараты... Все это выправлялось. Ну, то есть у них как не болело, то есть они пришли, у них поболело, но это были мышцы, немножко размяли и так далее, все прошло. И у них, по большому счету, как не болело, так и не болело. То есть клинической какой-то картины, изменений в клинической картине мы не наблюдали. Но мы делали магниторезонансную томографию в динамике и, скажем, до приема и через год приема мы видели некоторое изменение интенсивности сигнала от межпозвонковых дисков. То есть они становились чуть более светлее, они становились чуть более насыщенной влагой. Но это уже исследование. Это достаточно неплохо. Но это не исследование, это всего лишь отдельные клинические наблюдения, которые еще только нужно будет вкладывать. Ну, ваше личное тогда исследование. Это наблюдение, да, это исследование, это все-таки что-то более масштабное, что-то такое более серьезное, с статистическим анализом и так далее. Хорошо. Если речь идет о сне, имеет ли значение, какой матрас, какая подушка, все ли влияет это и может способствовать тоже развитию вот этих заболеваний? Влияние сна и того положения, которое мы принимаем во время сна, конечно, отчасти оно тоже имеет значение для здоровья позвоночника. И если, скажем, человек спит на какой-то высокой подушке, у него поднята голова, подбородок приведен к груди, если он привык спать с запрокинутыми наверх руками, то это все может приводить к различным нежелательным последствиям. Ну, например, если голова все время приведена, нет, не сохраняется шейный лордоз, то есть вероятность того, что диски, ну, чуть более быстро шейный лордоз. Это вот этот переход? Шейный лордоз – это нормальный физиологический изгиб, такой же, как и поясничный. У нас два лордоза в шейном и в поясничном отделе. Прогиб вот этот. Вот этот прогиб, да. И кифоз в грудном отделе. То есть это нормальные, естественные изгибы позвоночника. Так вот, если этого лордоза нет, то большая нагрузка ложится на межпозвонковые диски. И помимо того, что, да, вот человек, он спит сначала на такой неудобной подушке с приведенной головой, потом он полдня проводит в телефоне с наклоненной вот так вот головой, и все это время он давит на свои диски. И если в горизонтальном положении, да, когда он спит, еще более или менее, да, это может организмом быть прощено, и, в принципе, если он в течение дня активен, то это может никак не сказаться на дальнейшем каком-то. Но если он при этом в течение всего дня потом еще там сидит как-то в телефоне и значительно увеличивает, да, то есть мы немножко наклонили голову, и мы значительно увеличивали там в разы, увеличили нагрузку на свои межпозвонковые диски шейного отдела. То есть спать, конечно, лучше на невысокой подушке, на ортопедической, чтобы был хотя бы небольшой валик под шеей, для того, чтобы сохранять во время сна вот этот естественный физиологический изгиб позвоночника. Что касается различных ортопедических матрасов, ну, по себе я знаю, что это приятно, как минимум. А как лучше? На твердом, потому что человек же привыкает, и поспав там месяц на твердом, ты уже не будешь замечать вот это приятно-неприятно. Это не должен быть прям плотный, прямой, как, не знаю, там, доска, матрас. И в то же время это не должна быть какая-нибудь перина, как у наших бабушек, чтобы прогибаться и как в гамаке лежать. То есть в этой ситуации, так же, как и везде, должна быть золотая середина. То есть если есть у вас возможность приобрести себе ортопедический матрас, который будет нормально поддерживать естественные изгибы вашего позвоночника, то, конечно, лучше спать на таком. Хорошо. Вернемся к боли, которая очень многих беспокоит. Уверен, из тех ребят, которые смотрели, в любых возрастах периодически возникали какие-то боли вот именно в районе позвоночника. Какую первую помощь вы бы рекомендовали, чтобы, возможно, за 2-3 дня, да, если это несущественная проблема, с ней расстаться и забыть о ней? Самое главное – это понять, это существенная проблема или несущественная. Как это сделать, давайте тогда, небольшой срок дашь. В идеале, самый вот идеальный вариант, если вы почувствовали боль, да, какую-то вам незнакомую. То есть человек, который пошел в зал, и у него появилась боль в спине мышечная, он с ней знаком, он знает, что это за боль, да, она у него там в день-два, все прошло. Но если у человека появляется какая-то боль, которую ранее он не испытывал, то в такой ситуации, конечно, лучше сразу обратиться к специалисту. В каком? Это может быть невролог. У нас в нашем городе достаточно большое количество центров, организовано занимающихся лечением позвоночника, но желательно попасть все-таки в те центры, которые занимаются именно болью. Не остеопатии, не мануальной терапии, а сначала попасть все-таки к неврологу. Это может быть даже невролог в поликлинике, который будет хорошо или неплохо разбираться в своих причинах боли в позвоночнике. То есть первая, основная задача, это исключить какую-то серьезную поломку. То есть это может быть обычный, да, в 80-90%. Чувствуем позвоночник, да, и если есть место, где болит, в район, например, поясничный, если там давим, грубо говоря, и очень больно, это говорит о том, на позвоночник, это говорит о том, что это точно позвоночник, да, какая-то боль. Если мы давим, мы давим на мышцы чаще всего все-таки. Это может быть мышчно-тоническая синдром, мышчно-тонический, миофасциальный синдром. То есть самому там не пропальпировать и не принять? Лучше, чтобы все-таки, если вы впервые ощутили боль, чтобы вас осмотрел все-таки специалист. Если там не получается, не хочется, нет времени, ну разные ситуации бывают, то больной спине первое время в любом случае нужен покой. Как минимум отменить тренировку? Да, естественно. То есть ни о каких тренировках при больной спине речи не должно идти, особенно в начале обострения. Хорошо. Греть или наоборот холод? Греть не можно. И греть, и холод может еще больше спровоцировать. Поэтому просто покой, даже просто лежать. И не очень любят нас за это пациенты, когда мы им рекомендуем ничего не делать, да, там, лежать. Но пациенты привыкли к назначению сразу каких-то препаратов, особенно капельница. Капельница лучше помогает, да, чем обычные, это все пациенты, все бабушки знают. Поэтому, но часто, особенно когда, не когда к нам приезжает уже пациент, да, мы все-таки нейрохирурги, и к нам если приезжает пациент, это пациент, которого уже нужно оперировать. Да, это чаще люди, которые звонят, говорят, Геннадий Геннадьевич так и так, вот посидел там где-то, не знаю, там продуло и так далее, заболела спина. Что делать? Ну, в первую очередь это покой. Если в течение ближайшего времени, там, двух-трех дней, эта боль, она никак не стихает, или, не дай бог, прогрессирует, или отдает, эта боль распространяется куда-то, там, в ноги, если она возникла в пояснице, или распространится в руки, если она возникла в шее, то, конечно, в такой ситуации нужно делать магниторезонансную томографию. МРТ. А как вы думаете, МРТ вредно или нет? Нарушает ли магнитное поле человека, вредно ли как-то, приносили какой-то ущерб здоровью? Нет, магнитное... То есть, хоть сколько можно делать, вреда никакого? Ну, во-первых, нет смысла никакого делать, хоть сколько. Но, когда это делается по показаниям, никакого вреда... А что магнитное поле человека представляет из себя? Я думаю, что это не по адресу вопроса, что представляет магнитное поле, мы все-таки занимаемся теми областями медицины, которые вот... Нет, тут вопрос не про адрес, а просто про свое восприятие, потому что прям некоторые люди против МРТ, некоторые там замерзые. Кто-то переживает, но не может понять физические процессы, да, вот этого. Их же не видно. У человека есть магнитное поле, по этим законам природы работает, и именно в других природных... Ну, я думаю, что я не в силах комментировать влияние магнитного кожи аппарата на магнитное поле человека, я думаю, что... Ну, опять же, я сторонник каких-то вещей, которые доказаны или не доказаны. Да, в доказательной медицине... Ну, часто, конечно, часто используются вещи, которые не доказаны, да, или их эффективность, или недостаточно доказаны. Но, наверное, комментировать магнитное поле человека, я, наверное, не готов. Разберемся. Ну, если речь идет об обезболивающих, то какие-то рекомендуете применение вот в этот период острого воспалительного процесса? Значит, по поводу, имеется в виду препаратов. Да, вы сказали, вот отдых, да, пару дней отдых, чтобы ускорить хотя бы на один-два дня. Я почему спросил по поводу препаратов, потому что обезболиться, попытаться, можно не только лекарственные средства, да, это могут быть, опять же, если не в домашних условиях, это могут быть различные физиотерапевтические процедуры, там, где-то, там, рядом с поликлиникой, в каком-то центре, который занимается, у которого есть возможность проведения различных физиопроцедур, там, какого-нибудь магнита, лазера и так далее. Там, даже вплоть до того, что иглоукалывание, это тоже, то есть, рефлексотерапия, это тоже все может применяться. Значит, если говорить о том, что можно сделать в домашних условиях, то какой-то легкий даже самомассаж или, там, попросить просто погладить как-то спину, немножко, вот, помассировать без интенсивного надавливания, все это можно делать. Полежать на каком-нибудь коврике с иголочками тоже, в принципе, хуже не будет, но повлиять на интенсивность боли в ряде случаев это тоже может. Значит... Это вы про аппликатор, да? Да, это аппликатор, да, да. Из того, что можно делать дома, наверное, и все. Если мы будем говорить о каких-то препаратах, которые обычно применяются при боли в спине, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства. Это все, что угодно, начиная от каких-то самых простых, старых, влияющих на слизистую желудка, типа Диклофенаква, Торренто, Джунаис, там, или Мовалис, который все так любят, или, там, Целебрекс, Кататалон, всякие Коксибы, Целекоксиб и так далее. Это все препараты, которые направлены на уменьшение воспаления, да, в той области, которая болит. Это нестероидные противовоспалительные препараты. Естественно, они обладают анализирующим свойством за счет уменьшения воспаления, отеков, той области, которая страдает. Но у этих всех препаратов есть и обратная сторона, да. Скажем, если у человека появилась, ну, на фоне какой-то нагрузки, какая-то свежая грыжа, секвестрированная, когда часть пульпозного ядра вывалилась в просвет позвоночного канала, сдавливает нервы, когда она отделилась вообще от этого диска, само то воспаление, которое там возникает, которое там сохраняется, оно, в принципе, отчасти помогает человеку. То есть, да, это больно, да, это неприятно. Но есть вероятность того, что в течение какого-то времени этот секвестр, который вывалился, он может даже рассосаться. Поэтому здесь все уже зависит от конкретного пациента, конкретного случая, от наличия или отсутствия неврологического дефицита, да, если вывалился секвестр, и у человека не работает нога, ну, наверное, в такой ситуации мучить его и пытаться каким-то образом сделать так, чтобы эта грыжа рассосалась, может быть, и не стоит. Может быть, в такой ситуации его проще привести в нейрохирургический стационар, где через разрез меньше одного сантиметра установят эндоскоп и достанут этот секвестр, и на следующий день он снова будет почти здоровым человеком. То есть, есть нюансы в плане назначения вот этих нестероидных противовоспалительных средств, они уменьшают вот то воспаление, о котором мы говорили, и уменьшают вероятность вот этого безобласта. Воспаление, процесс воспаления, это естественная реакция организма на то, чтобы справиться своими силами. Конечно, конечно. И здесь можно только попытаться каким-то образом помочь, то есть, дать покой этому больному сегменту, зафиксировать его в корсете, о котором мы говорили, то есть, зафиксировать в корсете, постараться минимизировать движение, потому что там поломка случилась, и эту поломку надо как-то на нее влиять. Зафиксировали в корсете различные варианты обезболивающих физиопроцедур. В первую очередь, магнит считается таким. В плане обезболивания иногда некоторыми неврологами могут назначаться антидепрессанты. То есть, такая большая группа препаратов, которые только называются антидепрессанты, и на самом деле обладают такой энергетической активностью, но мы стараемся их назначать все-таки при длительно существующей боли, при хронической боли, то есть, той боли, которая существует больше трех месяцев. Вот если у человека боль беспокоит в течение трех месяцев и боли... Любая или только относительно позвоночная? По большому счету, любая боль, если она больше трех месяцев живет с человеком, считается хронической болью. И эту хроническую боль, с учетом того, что на фоне хронической боли перестраивается центральная нервная система, периферическая нервная система, возникают определенные процессы, на которые надо как-то влиять. И обычно на них влияют препаратами из группы антидепрессантов. А какие там физические процессы? То есть, помогаем организму забыть про эту боль? Ну, отчасти можно и так, наверное, сказать. Но по большому счету, головной мозг, спиной мозг перестает адекватно воспринимать то раздражение, которое возникает в том месте, которое болит изначально. То есть, грубо говоря, порог чувствительности, он значительно снижается. Происходит такое привыкание к этой боли. И даже если поломка уже самоизлечилась, даже небольшое повышение каких-то концентраций, каких-то факторов воспаления, каких-то интерлекина в этой области, она может вызывать ту привычную боль, которая была с человеком на протяжении этих месяцев. И на это надо влиять. Но это совсем не про нейрохирургию. Нейрохирургия – это все-таки про операции, про удаление грыж дисков, про стабилизацию позвоночника и так далее. Хорошо. Слушайте, а если чуть-чуть к головному мозгу, то как-то я разговаривал с нейрохирургом, на самом деле у меня была тоже травма, я в нейрохирургии там 4 месяца пролежал, у меня была и тугоупость, и перелом с головой, то есть и нос, и я с кровоизлиянием, с пункцией убрали, с абархидиальным управлением, и черепно-мозговой травмой пролежал долго, так что мне нейрохирургия знакома изнутри. И скажите, вот эта физическая нагрузка, ну какая-то такая в рамках аэробной и легкой нагрузки, так в первой, второй пульсовой зоне, способствует это улучшению кровоснабжения головного мозга и, соответственно, там более, ну, лучшему здоровью головного мозга? Или все же это несвязанные вещи, и организм сам там кровоснабжается? Нет, ну, все-таки головной мозг, как, пожалуй, ну такой, наравне с сердцем, наверное, и легкими, это основной наш орган, и он в любом случае получает... А кто-то самый главный? Ну, они пока не определились, я думаю, там их, они все наравне стоят. Значит, мозг в любом случае будет получать свою кровь, он будет в любом случае получать то, что он хочет, то, что ему нужно. Потому что он ее направляет туда в том количестве, да? Отчасти да. С другой стороны, есть все-таки, скажем, при какой-то массивной кровопотере, да, вот если мы видим человека, который много потерял крови, да, или человека, который там замерзает, там, ну, еще какие-то процессы с ним происходят. Наступают процессы централизации кровообращения. То есть, наиболее жизненно важные органы, они все равно будут получать свою кровь. Ровно до того момента, когда эта кровь не закончится, да, или она не будет достаточно того давления, которое требуется для кровоснабжения головного мозга. Потому что одно дело, это артериальное давление, которое повышается, да, на фу, а другое дело, это перфузионное давление. Это давление, которое необходимо для того, чтобы продукты различного, там, необходимые для мозга поступали из кровотока, поступали в мозг. То есть, если у человека высокое внутричерепное давление на фоне, там, различных изменений каких-то, там, патологические процессы, и недостаточно высокое давление, то мозг он будет недополучать. Но если это обычный, среднестатистический, здоровый человек, физически активный, его мозг, он в любом случае будет получать то, что ему необходимо. Независимо от того, бегает ли она, не бегает, делает ли он какую-то физнагрузку. Любая физнагрузка, она будет способствовать улучшению кровотока, да, ну, просто за счет повышения давления и так далее. Но здесь это все-таки палка от двух концов, да, не каждый человек просто берет и делает себе, там, МРТ или КТ головного мозга. Он не знает, какие у него могут быть проблемы, а вместе с тем могут быть изменения сосудистого русла, могут быть изменения сосудов по типу различных аневризм, артериовенозных мальформаций. Как относитесь к миотропным средствам? Потому что во всем мире все-таки специалисты, именно нейрохирургия, да, что тоже и неврология не используют во всем мире, а у нас, да, с советского времени это один из первотередных препаратов после каких-то травм для восстановления и проснабжения. Как вы считаете, рабочий инструмент? Наверное, рабочий чуть более, чем те биологически активные добавки, о которых мы уже говорили. Это ваше? Ну, это, опять же, мое мнение. Но оно основано на каком-то опыте, наблюдениях? На опыте, наблюдениях. Есть исследования, опять же, заграничные, которые не показывают достаточную эффективность этих препаратов, хотя, ну, в нашей стране они достаточно активно действительно используются и в восстановительном периоде, после, там, черепно-мозговой травмы, и мы часто их назначаем, и даже несмотря на то, что не всегда говорим о их какой-то эффективности, или наоборот, можем где-то как-то сказать о неэффективности, но часть препаратов прописана где-то в рекомендательных протоколах, часть препаратов назначаются, потому что они, ну, должны назначаться по тем или иным каким-то вот рекомендациям, да, 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 по нашему, поэтому, да, они назначаются. Насколько... Но вы в эффективность не верите? Я не могу сказать о том, что я однозначно, вот они прям эффективны. У каждого доктора тоже есть свой опыт и свое мнение, поэтому оно и интересно. Я просто хотел бы сказать, что мне после травмы назначено раз в полгода вот эти наотропные курсы внутривенную, там, прохожу и думаю, что мне было несколько раз, когда я это не делал, пропускал, у меня начинались головные боли, возвращаясь там как-то вегену или каком-то еще средстве. Ну, вот еще раз, да, я же не сказал об однозначной неэффективности, но я не могу говорить о том, что... Может быть, это тоже психологически у меня все в голове. Психология вообще огромное значение имеет в лечении большинства наших заболеваний. То, что касается боли, так это вообще чуть ли не один из таких очень значимых факторов. А то, что касается назначения наотропных средств, ну, да, есть рекомендации, они назначаются. Эти рекомендации должны выполняться в большинстве случаев. Вы занимаетесь спортом? Я смотрю, что называть спортом. Я хожу в тренажерный зал. Физически вы отлично выглядите. Есть ли какие-то рекомендации личные, учитывая свой опыт по образу жизни, понятно, это здоровая активность, применение хондроитина, глюкозамина – это все или что-то еще? Принимайте сами и рекомендуйте. Ну, если еще что-то, мы поговорили, да, просто о какой-то ежедневной бытовой физической активности. Да, там где-то в офисе что-то посидеть, поделать, где-то дома утром проснулись, зарядочку, может быть, в течение дня где-то прошлись, прогулялись, там определенное количество шагов находили. Тоже какое-то значение имеет. Ну, а тренажерный зал, бассейн, какие-то кардиотренировки – это все необходимо, но это необходимо для уже подготовленного человека, который уже хоть как-то владеет своим телом, да, это не люди с повышенным питанием, например, которые полжизни ничем не занимались и тут решили пойти в зал. И это, с одной стороны, похвалило, с другой стороны, они должны понимать, что им нельзя сразу ложиться под тяжелую штангу, начать, не знаю, с того, что они на 3 градуса поставят беговую дорожку и пару месяцев просто походят в год. Согласен. Это, на самом деле, любой опытный тренер подтверждает, и это те граблищи, на которые наступает большинство, к сожалению, учатся на своих ошибках, а не на чужих, но если вот мы это еще раз проговорили, надеюсь, хотя бы кому-то, да, если это будет на пользу, уже не стоит. Конечно, конечно. Поэтому, ну, а так… Как относитесь к остеопатам, к мануальным терапевтам, кинезиологии? Ну, я бы не стал, наверное… Они же заявляют, что грыжи лечат и так далее. Конечно. Грыжи лечат сейчас практически все. Не хочу обидеть остеопатов, которые имеют какой-то невероятно большой опыт, знают, понимают анатомию позвоночника и не делают тех вещей, которые, ну, не стоит делать с позвоночником, там, различные вкручивания, скручивания, какие-то постановки позвонков на место и так далее. То есть, если человек этого не делает, пусть он называется хоть остеопат, хоть как-то я, ну, считаю, что это все хорошо и правильно. Но, когда я вижу остеопатов, которые рассказывают людям о том, что они там сейчас вправят как-то атлант каким-то движением или вправят там куда-то съехавший позвонок, ну, честно говоря, хочется пациентам рекомендовать не ходить к пациенту. В психологии, да, я много прощал, там, о, все, теперь все будет в порядке. Особенно, особенно, когда берут непонятные какие-то инструменты и бьют со всей силы, там, по остистым отросткам позвонков, мне не совсем понятно, чего хотят добиться таким образом. Поэтому остеопатия в нормальном и правильном понимании этого слова и этой специальности, ну, наверное, имеет право занимать какую-то свою нишу в лечении заболеваний позвоночника. Может быть, превентивно даже больше, да, чтобы разгружать, чтобы это массаж, мануальная терапия. Ну, вот, что касается мануальной терапии, это все-таки не остеопатия. Вот к мануальной терапии я все-таки более сдержанно и более так спокойно отношусь и в некотором роде даже поддерживаю, рекомендую отчасти те техники, которые они используют. То, что касается мануальной терапии, если это специалист, опять же, понимающий, что он делает, как он делает и для чего самое главное он делает, если он разбирается в той патологии, которой он занимается, а не так, что он все, остеохондроз или там смещение где-то чего-то непонятное и выполняет одни и те же вещи одним и тем же людям, то тогда, наверное, это не очень хорошо. Но если человек понимает, сознанием дела подходит к решению какой-то задачи, то, наверное, нам по пути. Четкое понимание про активность, про важность активного образа жизни, про реакцию на болевой синдром. Еще хотите что-то добавить? Есть ли желание у вас использовать возможность донести что-то до людей, учитывая свой опыт? Ну, я все-таки, еще раз, нейрохирург и основное направление моей деятельности, это хирургическое лечение каких-то заболеваний центральной, периферической, медной системы. Надо этого бояться или не надо? Потому что многие не идут, надо хирургически, нет, не хочу, нет, боюсь, нет, не буду, это и наркоз, да, это и... Значит, когда мы говорим о какой-то неотложной хирургии, ну тут бойся, не бойся, но нужно оперироваться. Если мы говорим о какой-то плановой хирургии, то, конечно, нужно всегда взвешиваться, за и против, да, и если вы приходите на прием к нормальному, ну, к нейрохирургу, как правило, все нейрохирурги нормальные, никто не будет уговаривать пациента оперироваться, если это не нужно. Да, как правило, операции все выполняются по показаниям в нужном и необходимом объеме, и, конечно, бояться таких операций, бояться нейрохирургов, наверное, не стоит. Тем более, что сейчас те техники, которые применяются при хирургических вмешательствах, наркоз, да, достаточно часто страх любого человека, особенно пожилого. Вот я боюсь наркоза, я не проснусь и так далее, да, одна из основных проблем вообще. И не столько бояться самой операции, особенно когда посидишь с человеком, покажешь его снимки на экране монитора, расскажешь о том, что планируется сделать, каким образом убрать ту или иную болячку, то вроде как становится человеку спокойнее. Но наркоз – это вечно пугающая практически всех пациентов вещь, и, конечно, этого не нужно бояться. Сейчас те препараты, которые применяются, в большинстве случаев они безопасны, пациенты легко выходят из наркоза, просыпаются и практически не ощущают через какое-то время, там, 2-3 часа, и они уже не ощущают на себе действия этого наркоза. Что касается самих операций, то, как я уже сказал, сейчас есть возможность выполнять операции настолько малоинвазивно, то есть через абсолютно небольшие разрезы, не повреждая мышечные слои. Мы просто раздвигаем их специальными тубулярными инструментами, специальными дилататорами, которые не повреждают мышцы. Мы доходим до позвоночника, устанавливаем эндоскоп, специальные устройства, и уже через эндоскоп выполняем какую-то декомпрессию невральных структур, которые сдавлены какой-то грыжей. Здорово. В ваших словах чувствуется, что все-таки медицина не стоит на месте, да? Нет, нет, конечно, тем более, ну, я говорю, что сейчас есть возможность выполнять те операции, которые раньше были достаточно травматичными, сейчас есть возможность выполнять, ну, практически бескровно, практически без травмы окружающих позвоночника тканей. Такие они быстро восстанавливаются, и на следующий день уже можно вставать, ходить. Большую часть пациентов, которые оперируют вот таким вот способом эндоскопическим, мы выписываем практически на следующий день. Поэтому самое главное посыл, что если есть какие-то проблемы, идите к доктору, не бойтесь этого операционного вмешательства, потому что современные технологии и вот это минимальное количество повреждений тканей во время операции, они сводят... Главное, что мы, как нейрохирурги, мы не будем оперировать вас, если это не нужно. То есть мы не будем оперировать пациента, которому не показана операция. Причем, наверное, в платных крутых клиниках это возможно еще, но... Да, ну, в гражданских учреждениях, да, мне кажется, и в платных сейчас мало где. Если раньше, ну, действительно было, наверное, время, когда предлагались достаточно травматичные операции по установке различных металлоконструкций, не всегда это было показано. Целесообразно. И не всегда целесообразно. Сейчас все выполняется по показаниям. Все операции отточены практически до автоматизма. Все выполняется на достаточно высоком профессиональном уровне. Как в любой хирургии, конечно, случайно могут быть какие-то осложнения, какие-то нежелательные последствия, но частота этих последствий, частота этих осложнений, она достаточно низкая. Вы открыты для того, чтобы люди, если кто-то имеет какие-то сложности, чтобы попасть к вам на прием? Конечно, никаких проблем. Вы есть в Инстаграм? Да. В этой связи мы тогда сейчас сделаем публикацию для сторис, отметим Геннадия Геннадьевича, и вы можете написать запрос, и он расскажет, где и как принимает в этой связи. Если есть боли, обращайтесь. Чувствуется, что специалист высокого класса. Спасибо. Спасибо. Спасибо.